Поскольку планеты отделяются от Солнца, мы живем в тот период, когда здесь период спокойного увеличения среднего радиуса, точнее нашей Земли. И есть период, когда эта резинка растягивается, и они перескакивают на более верхнюю орбиту планеты. Мы живем, по-видимому, в тот период, когда резко ослабевает напряженность альтопланетного взаимодействия с Солнцем. Поэтому начинают усиливаться отъяснительные реакции, подавляются восстановительные процессы. То есть это естественный природный процесс. Он прослеживается на любом уровне всякого. Не только на биохимическом уровне. То есть процессы горения постоянно стимулируются. То есть человек создаётся и управляется чисто внешними природными естественными причинами. Это изменение состава атмосферы. Содержание азота постоянно уменьшивается. Содержание кислорода, наоборот, уменьшается. Вместе с уменьшением основного производителя кислорода атмосферного уменьшением от любого растительной геомассы. И точкой осчёта, по-видимому, является то, что изоболеваемость резко возрастает, пиково-то возрастает. Локальные конфликты разгораются и грозят перерасти в татарные конфликты. И это, несомненно, произойдёт. Потому что сколько бы мы ни сопоставлялись, изменение внешних условий, они всё равно создают критическую ситуацию. Когда выживаемость – это обязательное участие военных конфликтов. То есть США и так далее, весь Западный мир созрел исключительно за счёт эксплуатации природных ресурсов. И не контролирует социальные процессы, то есть уровень потребления для того, чтобы хотя бы сохранить внешнюю среду природных для обитания. Поэтому первое, что сейчас необходимо сделать – это восстановить лидическую картину мира. Лидическая картина мира, то есть весь космос внутри нас – это неформальная логика. То есть для того, чтобы видеть вектор, по которому развиваются природные процессы, и правильно строить социальный процесс, если будущее у нас вообще возможно, нужно создать картину мира, которая адекватно оценивает происходящее событие. То есть мир – компьютеризация. Компьютеризация, значит, она, наоборот, убивает полностью способность логические мысли, выстраивать образы в соответствии с тем, как они формировались. То есть наша международная деятельность, связь через гипоталанус, талантус и так далее с организмом, она повторяет чисто логику внешнего мира, она формировалась в влиянии внешнего мира. Когда идёт массированная информация бесчувственного, бестелесного опыта, разрываются связи между организмом, разрушаются международные связи. Поэтому вот у меня в годы я работаю, значит, вдруг попадаю там в Волгостокском федеральном университете, десять лет назад я мог поставить там треть, крупную пятёрку, спустую, спокойно ставить. Сейчас одной пятёрки поставить не могу. Потому что А, Б и так далее уже 2, плюс 2 – это уже большая проблема для мозгов, потому что не привыкли люди сочинять одно с другими. ЕГЭ, кстати, это система целенаправленная, совершенно разрушающая глубокое мышление. То есть это компьютеризация вокруг – да, нет, да, нет, да, нет и так далее. И это связано не только, значит, с разрушением мышления, это связано с разрушением вообще биологетики организма. Поэтому необходимо воссоздавать способ восприятия образного мира окружающего, ведического, основанного на чувственном опыте. То есть это сопереживание объектного явления, которое отражается в организме. Мы практически настраиваемся, резонируем с внешним миром. В общем, д integers нет�аправленных данных. Отлож